Девчонки, привет! Ребята, тоже привет! Всем привет! Сегодня вторая часть нашего с вами посещения магазина барахолки сделана в СССР. Я повторяю вам дорогу от метро Электрозаводская до этого магазина. От метро налево и буквально пару минут вы уже на месте. Ссылки на все контакты этого магазина есть в инфобоксе. Итак, в первой части, если вы вдруг его почему-то не смотрели, я ссылку на первую часть и на предыдущие видео из этого магазина, я вам оставляю все в инфобоксе. Так вот, в первой части мы с вами смотрели посуду от 100 рублей до 400 рублей. Сегодня мы с вами начинаем смотреть посуду на стеллаже, где все по 600. Посуду, а также другие элементы для декора интерьера. Вазочки, какие-то статуэтки, в общем, разные предметы. Забавная такая вещичка, наверное, под орешки. Не знаю, подо что еще можно ее использовать. Симпатичная. Также нам встречаются и чайные пары, и хрусталь, и цветное стекло. В общем, все, как и в предыдущих сериях, только, ну, может быть, чуть лучше состояние, чуть выше качества. Но, конечно, на этих стеллажах с фиксированными ценами найти шедевр, ну, в общем, ожидать не приходится. Так что-то более простенькое, более бытовое, то, что вот на каждый день. То, что было и в моей семье, и в вашей семье наверняка. Много хрусталя, много стекла, ну, так всегда. Было время, когда он был в моте популярен. Вот такой вот прямоугольный лоточек стеклянный или хрустальный, я не знаю, у меня есть. Я покупала на барахолке в Воронеже по 100 рублей. А здесь, вы видите, 600. Здесь есть и современные предметы. Новый, в упаковке. Симпатичная белая голубая вазочка. Я сейчас обращаю внимание на вазы, но пока без покупки, пока не выбрала. Возьмите. 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 И кжель тоже в подобных магазинах всегда в большом-большом ассортименте представлены. Старинные утюги. Сувенирные тарелочки. Бокалы. В общем, все, как всегда. Вот такое желтое яблочко. У меня такое же, только розовое. Видите, чайники, молочники, какие-то статуэтки представлены. Очень симпатичное трио, но маленький размер. Я, конечно, кофе предпочитаю пить из чашек большего размера, а так очень даже симпатичное. И вот это тоже. Розовое стекло. Вот сахарница ЛФЗ. У меня есть такая чайная пара. Здесь сахарница, она в идеальном состоянии. И вот снова тарелки с сиренью. Помните, мы с вами в прошлой серии видели несколько размеров этих тарелок. Вот здесь вот они глубокие. Сахарница ЛФЗ. Встречаются интересные какие-то вещички. Вот, например, ну, не знаю, это шкатулка, или, может быть, масленка, или сахарница из цветного стекла. Здесь есть и мебель. Есть мебель винтажная и антикварная, старинная. Но сегодня мебель я не буду рассматривать. Все по тысяче. Я не знаю, для чего вот эта посуда, может быть, для блинов, или я не знаю, для чего. Очень красиво расписанная, широкая и низкая. Очень такая она симпатичная, понравилась мне. Возможно, я как-то пошла не по порядку, не по возрастанию, но тут уже, в принципе, не важно. Вот то, что мы с вами сейчас рассматриваем, это стоит тысячу рублей. Такой интересный набор, да, с сердечками. Здесь вижу основание под лампу, такое вот стеклянное, старинное. Такой интересный набор, да, с сердечками. Смотрите, какие красавчики, да? Сейчас то, что мы с вами смотрим, стоит 800 рублей. Ну, я же говорю, что пошла против движения, ну, ничего страшного. 800 рублей. Такой интересный набор, да, с сердечками. Вот сюда вот забрела, где все по 50. Открытки, елочные шары по 100 рублей. Мельхиор по 200. Ну, здесь надо копаться, может быть, конечно, можно найти что-то интересное, хотя уже, наверное, 500 раз все перерыли, но мало ли. Пластинки. Ну, в общем, видите, какое огромное пространство. Переходим к стеллажу по 1500. Смотрите, какая интересная ваза с объемным рисунком, с объемным узором. Соусник. Соусник, и я совершенно неравнодушна. Нравятся они мне, манят они меня. Крустальные вазы. Смотрите, как вы видите, 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 как вы здесь поинтереснее ассортимент да ну цены выше разумеется а здесь уже все по 2000 вот это такое зеркало какое-то знаете как древнерусская кашет очень интересная какая-то авторская керамика золотый кобальт цветное стекло в общем очень разнообразны разнообразные предметы на этом стеллаже наверное подсвечник такой подвесной интересный а теперь мы с вами ходим не по стеллажам по столам на столах тоже подписаны цены фиксированные 10 3 500 здесь 600 а вот это стеллажи с коллекцией то что здесь представлено это не продается но я так очень бегло прошла чуть-чуть просто сняла для вас для информации потому что же по направлению к выходу не было возможности здесь провести больше времени так то конечно простоять около таких витрин можно долго рассматривать вспоминать свое детство интересно конечно если есть возможность поезжайте сами там можно привести очень много времени то что я вам показала в этих двух роликах это даже наверное не половина магазина ну и снова то что можно купить тысяч рублей видите на цены подписаны шестьсот шестьсот одни словом в этом магазине очень много интересного здесь есть и винтажная антикварная посуда здесь есть старинная мебель роскошные люстры здесь также есть симпатичные продавцы но я с вами на этом буду прощаться надеюсь что ролик вам понравился до следующей встречи пока-пока-пока ну Продолжение следует...